Ответственное взаимодействие в бизнесе и власти, направленное на развитие региона. Круглый стол под таким названием в окружной столице провела компания «Лукойл». Публичное акционерное общество уделяет большое внимание устойчивому развитию территории. Взаимодействие с регионами осуществляется в рамках подписанных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и протоколов к ним. На сегодняшний день подобные соглашения заключены с 29 субъектами, среди них и Ненецкий округ. Кроме этого, компания оказывает грантовую поддержку, активно участвует в благотворительной и волонтерской деятельности. Публичное акционерное общество «Лукойл» вносит весомый вклад в развитие территорий, на которых работает. И это не пустые слова, за каждым стоит конкретное дело. Участие компании в жизни регионов строится на соглашениях о сотрудничестве. Этот формат взаимодействия бизнеса и власти не первый год реализуется и в Ненецком округе. Он позволяет в рамках соглашения зафиксировать все основные направления сотрудничества и развитие социальной инфраструктуры территории, и вопрос, связанный с поддержанием экологии, с инвестициями и дальнейшим развитием компании на территории данного региона. Отношения компании «Лукойл» и Ненецкого округа сложились на высоком уровне. В прошлом году доходы от деятельности компании в бюджет региона превысили 5,5 миллиардов рублей. В этом году уже поступило более миллиарда. Кроме этого, компания в регионе выполняет сразу несколько проектов по социально-экономическому развитию. Это и строительство социальных объектов, и совместная реализация наших инициатив, в том числе связанных с поддержкой оленеводов. Публичное акционерное общество «Лукойл» является традиционным партнером округа в проведении соревнований по кроссу на снегоходах «Буран Дэй» на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова и «Гоинг», как на оленях упряжках «Семанхат Мирета», что означает «самый быстрый». Благодаря сотрудничеству с компанией в прошлом году в столице региона были построены две современные детские площадки. Компания также выразила уже готовность участвовать в формировании комфортной городской среды и в дальнейшем. Это лишь малая часть социальных проектов, которые компания реализует на территории Ненецкого округа. «Лукойл» ежегодно выделяет колоссальные средства на охрану окружающей среды и поддержку народов, проживающих на территории ведения хозяйственной деятельности предприятия. С 2015 года по 2018 компания направила на поддержку оленеводства более 120 миллионов рублей, а с 2007 по 2017 год была оказана поддержка в сумме 336,7 миллионов рублей. Таким образом, «Лукойл» совместно с руководством НАУ ежегодно реализует значимые проекты направления на создание благоприятных условий для жизни в регионах. Эта работа в обязательном порядке будет продолжена». «Лукойл» активно развивает волонтерство, благотворительную деятельность в области спорта и медицины. Среди ярких медицинских проектов, реализуемых в Ненецком округе «Красный чум», за 9 лет существования проекта было обследовано 6 тысяч жителей Тундры. В этом году проект будет продолжен, а значит, число жителей региона, которые пройдут медицинский осмотр, увеличится. Также «Лукойл» проводит конкурс социальных и культурных проектов. Среди активных участников конкурса и жители Ненецкого округа, 6 из которых по итогам конкурса, прошедшего в 2017 году, стали победителями. Сразу три проекта были представлены Пустозерским музеем. «Проект «Экологический десант, большая Пустозерская тропа, легенды были Малого Бора и возрождение памяти» – это одна и та же территория, это новый разрабатываемый туристский маршрут, который будет опробован в текущем году в рамках празднования ежегодной памятной даты Ненецкого округа – День Пустозерска в сентябре месяце. И на открытие одного из маршрутов «Легенды были Малого Бора», он всего 20 километров, мы приглашаем как раз специалистов компании, которым покажем, расскажем о нашем маршруте. Среди победителей конкурса социальных проектов и Ненецкий аграрно-экономический техникум. Он одержал победу сразу в двух номинациях. «В номинации театр, в номинации культура, вот как раз-таки сегодня на презентации был указан наш проект, театр начинается с вешалки, и в номинации экология у нас проект назывался «Зеленая Арктика». Общая сумма грантов составила 480 тысяч рублей. Полученные денежные средства уже на сегодняшний день реализованы, проведены ряд мероприятий. Приобретенные оборудования позволяют нам качественно выполнять нашу воспитательную работу и, конечно же, качественно организовывать наш учебно-воспитательный процесс в целом по нашему делу». С этого года сотрудничество компании и Ненецкого округа будет усилено еще благодаря подписанному на полях Петербургского международного экономического форума соглашению о создании Лукоилом и Газпромом совместного предприятия на территории Ненецкого округа. Оно открывает грандиозные перспективы в освоении ресурсной базы региона.